время примерно пол четвертого уже и мы находимся в сан-эсидро достаточно крупный город наверно самый крупный после сан-хосель который я видел в коста-рике здесь вот у них баннеры по очень ну про чемпионат про наш вот наклеена какая-то рекламка кстати мы сейчас узнаем информацию нам ехать дальше если там проезд или нет места а а а а а а Ну что, добрались мы до места. Мы здесь заночуем и поедим. Здесь достаточно прохладно, ну не знаю, градусов 17 по ощущениям. Очень-очень холодно и Коста-Рика она вот такая вот разная на самом деле. Мы пока ехали с этой горы, спускались, там больше 3000 метров, выходили, дождь. Ну по ощущениям и настроению как осень российская. Градусов 15, наверное, 14. Дубак, полнейший дубак. Сейчас здесь девушка проходила, она в куртке и в шапке. Вот можете представить, какая здесь погода. Продают яблоки очень много, яблок разных. Вот это мелкие яблоки здесь, большие яблоки. Ну они здесь выращиваются, наверное, где-то. И такие красивые цветы. Вот я в цветах не очень силен, на наши очень похожи. Здесь вот эти лилии, кастры. О, они пахнут даже, вот они, розы. Вот так, ладно, погнал я к ребятам, к нашим. Есть очень охота, долго мы ехали. Едим. Я себе набрал. Аня себе взяла паэлью с креветками, морелу. Евгений рыбы этот набрал. Лепешки. Мы за свои, за два блюда 570, 5700 заплатили. Ну что, мы заселились. Здесь отель стоил 18 тысяч, 1850 примерно в рублях, 1900 за двоих. У нас даже три кровати, две здоровые, одна поменьше. Здесь, в отличие от того места, где мы ели, хотя тут 7-8 километров, разница заметна, гораздо теплее. Уже пальмы растут. Тысяча 600 метров над уровнем моря мы сейчас находимся. Санта-Мария местечко называется. Завтра с утра мы его покажем. И у нас завтра еще запланирован кофе-тур здесь же. Ладно, на этом все на сегодня. Идем отдыхать и до завтра. Забыл показать номер за 1800 рублей. Ну и вот, что он себе представляет. Две большие кровати, шкаф. Шкаф с одеялками. И еще одна кровать здесь. И здесь вот такая вот ванная, душ. В принципе, ничего особенного, стандартно. 1900 рублей почти, 18 тысяч в колоннах, если. Ну что ж, ищем кафе, где позавтракать. Здесь достаточно прохладно. Время, наверное, около 8 утра. Еще не все открыто. Выходили, когда было 18 градусов. Ветер сильный и... Ну, достаточно сильный, и он холодный. Ночью было тоже прохладно, но замерз. Спали под одеялами, под теплыми. Цены на завтрак. Пинто с яйцом и майонезом. Натия майонез. 150 стоит, ну, 1500. Пинто это рис. Марилоу, а пинто? Пинто. Рис с фасолью, он везде идет. И дальше прилагается, то есть яйцо и... Кесо это сыр. Тальчичон. Тальчичон. Колбаса. Дальше яйцо. Платанас это бананы, платаны. Яйцо с луком, яйцо с помидором. Яйцо с ветчиной, хамон. И здесь потом дальше наоборот. Уже не яйцо, а просто сыр с майонезом, сыр с платанами и так далее. Можно сэндвичи еще заказать и касадо. Такое меню простое. Мы заказали себе тоже вот это пинто с... Я взял с омлетом и сыром, по-моему. И, наверное, сэндвич возьму какой-нибудь вот тут на выбор. С мясом или с курицей, с ветчиной или... С ветчиной или с сыром и просто с сыром. А, тут еще на обратной стороне кофе. И кофе не... Кофе негро. Это просто черный кофе. Кофе с молоком. Вот такие цены. Сидим, теперь ждем, пока нам приготовят. Вверху уже собираются тучки. Прошло буквально там 10-15 минут и уже начинаются вот облака на вершинах гор. На всех вот этих склонах растет кофе. Здесь выращивается прям в округе по всей выращивается кофе. Мы пойдем с вами на экскурсию как раз. Вот такой завтрак. Позавтракали, прогуливаемся по улице. Вот здесь у кого-то кофе растет во дворе прям. Смотрите. Нас, кстати, угостили в кафе в этом. Хозяин угостил авокадо. Сначала просто принес на тарелочке два авокадо порезанных. А потом пакет целый дал. Сказал, что это подарок. Вот у Евгения в пакете авокадо. У него жена занимается, по-моему, выращивает. Как думаете, у нас зашел спор, что это такое? Ежевика или шелковица? Или что-то может быть еще? Вот видите, как она растет? Ну, такие ягоды. Здесь живут родственники Морелу. Вот они здесь обосновались, все в одном месте. Посмотрите, что тут выращивают люди. Я даже не знаю, что это такое. Я вижу вдалеке капусту, лук. Привычный нам маис, кукуруза, то есть гуаява деревья. Чуть-чуть банана, фасоль. И вот эти лопухи большие спереди, не знаю, что такое. Уже больше на наши, похоже, огороды, привычные нам. На побережье я ни у кого огородов таких не видел. То есть там особо пальмы, только плантация этих пальм масличных. А здесь уже поинтереснее. Территория такая зелененькая. Красиво все. О, мандарины, да? Или апельсины что-то вот растет. Их много, они зеленые еще, правда. Кстати, время где-то полдесятого, и уже становится жарковато. Вот еще один дом, смотрите, какой колокольчик интересный. Куда-то пошли ребята, я иду за ними. Ой, красивая территория, мне нравится. Вот мы в этом доме жили. О, интересное дерево. Сейчас, 6 лет назад, Марилу с Евгением здесь останавливались. Две месяца после операции. Вот в этом доме, и в этом, да? Вот в этом, да. Классный дом. О, тут даже инжир растет. Наш привычный инжир. Вот они, листики, но дерево еще небольшое, смотрю. Это инжир. А вот это что за дерево? Это что значит? А, кислое. Это вот это валяется. Запах такой. Вот, я его раздавил. Чем-то маракуйя запах напоминает немножечко. Ну да, это типа гуаява что-то. Маракуйя с гуаявой смешанная. Кисло-сладкая такая субстанция, достаточно сочная. Маракуйя с гуаявой смесь. Каз. Из него делают напитки. Ну, очень красивая территория. Вот, 6 лет назад в этом доме Евгений с Марилу останавливались. После операции где-то на месяц прошел. Отец купил поросенка. Там другой его, это, двоюродный брат, они там вместе с ним сделали. И здесь мы устроили пир. Пир, да. Шашлыки. Паросенка тут вся родня была. А здесь тетя ее не живет. Это получается как дача. Она сама в Сан-Хосе живет. Смотрите, какой вид открывается. Ты вот выходишь с утра. Вот здесь скамеечки эти. Садишься кофе попить. И вот так вот смотришь туда. Я бы здесь сам бы жить остался. Прохладно. Это не то, что там на побережье Духотень. Здесь очень хорошо. Время без 20-10, наверное. В футболке комфортно. В шортах я хожу. Так, чуть-чуть обдувает. Ветерочек легенький, такой прохладенький. Градусы, наверное, 23-24. Классно. Как оказалось, у Морелу здесь полгорода родственников. Сейчас еще к одному зайдем. Вот смотрите, территории какие. Еще одной родственницы Морелу. Смотрите, денежные деревья как растут здесь. Какие они большие. И просто вот посажены в землю. Растут земли здесь. Вот так. Красиво смотрится. Такой участочек тут. Еще деревья вот эти интересные. Смотрите, какая территория зеленая. Вот эти денежные деревья растут везде. Ну, блин, смотрится он, конечно, классно, когда вот так вот просто в земле. Он разросся. Очень красивое дерево. Здесь тоже территория. О, тоже интересный цветок. Вот эти белые калы, по-моему, да, называются? Не знаю точно. О, какой он огромный. Смотрите, просто гигантский. И явно он здесь себя чувствует хорошо. То есть здесь прохладненько так. Это, получается, двоюродная тетя Морелу. И у нее здесь вот такой отельчик. Ну, кабина. Тоже кабина. Температура особо не изменилась уже, ну, начало 11-го. Чуть-чуть солнце спряталось. И, ну, по прохладе немножко стало. Градус 21-22, наверное, по ощущениям. Вот так. Конечно, вот эта территория меня впечатлила. Очень красивая, зеленая. О, там цветок тоже. Цвет. Посмотрите, какой цвет тут цветка. Обалдеть. Черный. О, красота. Это что-то типа кротона. Вот она. Наверное, есть. Какая-то разновидность. И вот что-то еще. Смотрите, как растет. Как бутоны. Как будто розы на кусте. И очень плотные листья. Очень-очень твердые, плотные. Поднялись наверх по ступенькам. И здесь такая общая территория для всех туристов, кто останавливается в кабинах. Здесь бар. Столики. Ну, то есть можно готовить еду. Отдыхать. И такая площадка. О, кофе. Кофе? Кофе? А, ручная кофемолка. И здесь сразу можно приготовить. Сейчас покажем, что внутри. Кабин. Ну, какой-то дом. В русском, наверное, стиль. Как изба русская. Деревянное все. Телевизор. Стулья. Это что-то непонятное. Плитка. Здесь кровать, комнаты. Комната с кроватью. Деревянное все. Ну, тут душ. Туалет. И здесь что-то, да, еще? А здесь закрыто. Цветок как будто резиновый, не настоящий, да? Цвет такой. Сейчас идем в парк. Парк находится в самом центре Санта-Марии. Что-то подкапывает дождик с легенца. Вот так фонарики здесь расположены, скамеечки. И различные монументы. Сейчас мы к одному из них идем. Кстати, в отличие от побережья, здесь вот я лично не увидел ни одной вывески с надписью Sea-Wanda или For Sale. То есть ничего не продается так вот, как... В таком масштабе здесь не продается земля, участки с домами. Правда, вот ни одного не встретил. Сколько мы сейчас обошли? Полгорода, наверное. И ни одной вывески я не увидел. Вот эта колокольня каждый час, по-моему, звенит. Так, достаточно интересно. Сегодня просыпались с утра, и звон. Какая-то часовня, ратушка какая-то. В памяти Дона Эмигдеореня Сунника, это прадед Марилу. И он был сыном основателя вот этой Санта-Марии. То есть прапрадед Марилу, основатель вот этой Санта-Марии-де-До. Вот это место она, да. Да, прапрадед уже. И вот напротив здесь школа Эскуэла-де-Репаблика. Основана в 1875 году, вот эта школа. В принципе, все, вот весь парк. Находится он в самом центре. И мы сейчас отправляемся за вещами. Тут недалеко отель наш. Соберемся и едем уже на конфейную экскурсию. Субтитры создавал DimaTorzok